Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я Михаил Горин. Мой собеседник, украинский политолог Вадим Карасев. Вадим, приветствую вас. Здравствуйте, приветствую всех зрителей Израиля и всех, кто нас смотрит в данный момент. Спасибо. Украина и Россия могут пойти на переговоры, даже если президентом России будет Владимир Путин. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью BBC. Насколько важна эта информация и отражает ли она реальность, мы поговорим, но это, наверное, чуть позже. А начнем наш разговор все-таки с ситуации в Америке и как она отражается на войне Украины и России. Итак, цепочка событий. Покушение на Трампа, утверждение Трампа кандидатом от Республиканской партии на выборах президента. Ну и, наверное, самое главное – это заявление Байдена о том, что он не будет участвовать в президентских выборах в ноябре этого года. Как все это отразится на Украине? Вот давайте тут много очень проблематик, очень широкая проблематика, много вопросов. Давайте начнем вот с такого. Байден, он же не ушел с поста президента. Он остается президентом до января будущего года. И вот теперь все гадают, теперь, как Байден, уже не связанный какими-то предвыборными ограничениями, будет действовать более решительно или наоборот, или так же. Что вы думаете по этому поводу? Да, сложный вопрос, но по логике Бещей и судя по последним заявлениям Дэмов, в общем-то, они не прочь. Усложнить Трампу решение конфликта в Украине. Если Трамп будет идти к победе, уверенно. Ну, пока шансы, конечно, на победу Трампа больше, чем у Каналов Искариста. Скорее всего, так и будет. Но мне кажется, что демократы попытаются осложнить ему. Ему и Вэнсу. Всю эту историю. Как его образуются? Ну, принимать решения, наверное, те, которые способствовали бы не деэскалации, а эскалации войны, глублению войны. Ну, например, решение о предоставлении Украине права стрелять ракетами, бить ракетами в стратегическую глубину Российской Федерации. Ну, в общем, сейчас они решают. Возможно, будет следующий момент. В военном отношении будет все-таки более спокойно. А вот то, что, не знаю, я не видел опровержения, чтобы Айден передал часть своих полномочий министру финансов в плане использования суверенных активов Российской Федерации для предоставления их. Ну, и взятие предоставлений к Украине, я это видел. Ну, в общем, я думаю, ситуация вот такая будет. Трамп будет стремиться в ходе избирательной кампании продемонстрировать, что он спасает мир от третьей ядерной войны, от третьей мировой войны, то есть ядерного кризиса. И мы говорили в прошлый раз, по-моему, что Трамп ни в коем случае не хочет брать войну Бадена в свой второй срок президентский, так? Ну, фактически это второй срок его будет в случае победы. Поскольку потом ему придется воздействовать с этим конфликтом и не так-то просто его решить. Вот. Но здесь есть еще один момент, связанный с внутренней ситуацией демократической партии. Противоречиями, разногласиями, противоречиями между Читой Клинтоном, Читой Обамой. Камала Харрис вроде бы больше Клинтоном, так, чем Кабаме. Но нужно отметить, что Обама не был сторонником. В 2014-го года, когда он был президентом, и когда Россия аннексировала Крым, он не был сторонником развития кризиса. И тогда много сделал для того, чтобы успокоить киевское руководство и не провоцировать Россию. И, как потом жаловался уже, например, на встрече с Климкиным, министром иностранных дел Украины, в 2014-2019 году, что Обама ему многое не позволял, Байден, в плане усиления, умножения военной помощи Украине со стороны американской администрации. Так вот, тут главный вопрос какой? Это война Байдена. Это война Байдена и Трампа. Пока получается, что не Трампа. Не Трамп хотел бы ее завершить до вступления, до инаугурации, до полноценного вступления в президентскую должность. Но является ли это война Байдена или войной демократической партии, в том числе и Обамы? Судя по некоторым, скажем так, моментам, информации определенной, инсайдерской и проскакивающей информации, Обама не был серьезным сторонником углубления эскалации или углубления конфликта с Российской Федерацией. Так что это тоже будет зависеть от того, какая будет позиция демократической партии и тех, кто будет в СССР за Камалой Харрис. Потому что, понятно, будет в это время, скажем так, междуцарствие Байден формальный президент, но непонятно, каково будет состояние его здоровья. Сможет ли он полноценно участвовать в избирательной кампании и участвовать в управлении. Во-вторых, понятно, что Камала Харрис не будет участвовать напрямую в управлении, чтобы не брать на себя груз ответственности в ходе избирательной кампании. Но какая-то же команда будет все-таки переформатироваться в демократической партии? Вообще какая-то новая атмосфера у демократов появится или нет? Если это все-таки была война Байдена, Блинкина и администрации Байдена, это одно. Если это война демократической партии, и они будут настроены на то, чтобы ее продолжать и усилить намного помощь Украине, это будет другая ситуация. Но пока мне кажется, что все-таки, если вот оперировать этими понятиями, чья это война, то она скорее война Байдена, чем демократической партии, и тем более Трампа. В начале августа должна состояться конференция демократической партии, на которой, как уже все предполагают, будет утверждена кандидатом в президенты Камала Харрис, сегодняшний вице-президент. Все предполагают, что там ей придется высказать свою позицию по каким-то ключевым моментам сегодняшней истории мировой. В том, что касается внешней политики, она не сможет обойти вопрос войны Украины с Россией. У вас есть предположения о том, что она скажет? В смысле, как она определит свое видение развития конфликта? Ну, она уже говорила об этом. Она была... Одно дело, она говорила вице-президентом, другое дело, она будет говорить в ранге кандидата президента США. Ну, во-первых, она должна быть... Отличаться линию от линии Трампа. Это раз. Во-вторых, она должна показать преемственность по отношению к Байдену. Поэтому примерно риторика будет такая же, как и у Байдена. Вопрос... Это риторика. Вопрос практики. Так, в случае победы. Будет ли она продолжать линию Байдена, ну, с вариациями, так, с нюансами, новыми акцентами. Либо все-таки дело идет к сворачиванию войны. И просто уход Байдена, он как бы подтвердит то, что это была война Байдена, а не война Америки, война демократической партии. И все начнут, в общем, думать не только об остановке войны, о перемирии, а и об урегулировании. Но важный момент, который вот касается вот нынешней, сегодняшней ситуации. Пока Америка уходит в свои внутренние проблемы, и медицинские, и внутрипартийные проблемы, предвыборные, понятно, то Америки нет до, скажем так, до каких-то серьезных новаций в отношении войны в Украине. Как в дипломатическую, так или в другую. В военную сторону. Поэтому сейчас инициативу перехватывает будет Китай. Собственно говоря, он это и делает. Китай, Ватикан и группа посредников. Потому что, при всем при том, что война в Украине, она остается важным моментом, во внешней политике Америки, да и, наверное, и в электоральной политике, в ходе выборов, все-таки это не главный, предвыборный будет вопрос. Это не главный вопрос американской избирательной компании. Ну, здесь самое время тогда вернуться к интервью Владимира Зеленского в BBC, с которого я начал. Там он сказал, что при поддержке стран Запада Украина может попробовать завершить горячую стадию войны до конца этого года. И, как я уже упомянул, не исключил, что переговоры могут быть в том числе и с Путиным. На ваш взгляд, это чисто дипломатическое заявление, за которым не стоит какой-то практической нагрузки, или все же отражает какое-то направление, которое выбрано сегодняшним руководством Украины? Нет, это поиск выхода из войны. Остановить войну надо еще правильно ее остановить. В какой форме? В достойных формах. На достойных условиях. Но установка такая, войну завершить к концу этого года. Или до Трампа, прихода к власти. Либо во время, используя Трампа. Поскольку, если Трамп обещает завершить войну и не допустить Третью мировую войну, значит, у него тоже должен быть план свой, более подробный и конкретный план. Собственно, такой план по своей не сойтиве, но якобы Трампа предложил Борис Джонсон. Дэли Мэйл. Так вот этот известный, так такой, несколько эпатирующий, но достаточно интересный. Поворот. Дипломатическую сторону от войны. А во-вторых, сегодня министр иностранных дел Кулеба на три дня в Китай, уехал в Китай по просьбе министра иностранных дел Ван И. На три дня это не просто, значит, формальности какие-то. Это детальное обсуждение каких-то серьезных дипломатических положений, предложений. Вот понятно, что Зеленский говорит при помощи Запада. Здесь, понятно, и обращение к Соединенных Штатам Америки, но даже скорее к Европе и к Британии. Я так бы сказал. Британия, Германия. Вот это первое. Поскольку от них позиций тоже много зависит. Ну, например, готовы ли они и дальше вкладываться в военную поддержку Украины в финансовом и номенклатурном отношении, по линейке номенклатуры. Есть масса вопросов. Либо просто порциями давать, либо поддерживать, скажем так, жизнеспособность на определенном уровне. Например, переставляя там 20, 30, 60 самолетов ЕЖФ-16, либо полноценно создавать авиацию. Так вот, Запад должен решать. Ну, Китай. Ну, а раз Китай, то это какой-то компромиссный, может быть, вариант. В общем, здесь два варианта очень, два момента очень важные. Первое. Зеленский нигде уже не говорит о формуле мира Зеленского. Нету ее. Первое. Второе. Он говорит о том, что, вот в этом же интербюбе-бесед, что да, есть проблема хранения с 91-го года, освобождение территорий, но их же можно вернуть и дипломатическим путем. Да. Там же так сказано. Да, он упоминает, что необязательно твое. Это да. 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 Вот это два. Ну, и третий момент. Конечно, есть противоречия в этих нарративах, но не надо к ним относиться, буквально, потому что многие заявления Зеленский делает параллельно для внутриполитического использования инструментализации, потому что тут уже выступает некоторый против, достаточно резко против. Например, там Порошенко уже возбуждается по этому поводу. Так и для внешнеполитической аудитории. Вот для внешнеполитической аудитории он четко уже заявляет о том, что война должна закончиться, дипломатия. Да, и, возможно, участие России. Да, при определенных условиях он не формулирует окончательные какие-то, скажем, жесткие тезисы и правильно это делает. Потому что маневр должен быть всегда. Но для внутриполитической аудитории еще остается инерция предыдущих нарративов и риторики. Ну, посмотрим, с чем приедет Кулеба. И буквально, вот я смотрел, мы сегодня пишемся в авторник, да, в 17.00 по Киеву, и ваше тоже, по-моему, в Киеве, в таком же время, да, в Тель-Авиве. Значит, он только что встретился с посланником Ватикана, вторым человеком в Ватикане. Зеленский только что с ним обсуждал, наверное, тоже миротворческие инициативы Папы Франциска II. Ну, в общем, дипломатический механизм, машинка, назовем это так, завелась. Она постепенно начинает раскручиваться. Пока это неполноценный маховик там, неполноценность там, так, скорость. Но движение началось. На малых, но все-таки скоростях началось. Я понимаю, что следующий мой вопрос не самый главный, он скорее больше такой символический. Но, тем не менее, как известно, мы с вами не раз об этом говорили, есть закон, принятый в Украине, о том, что с Путиным, конкретно вот с президентом Путиным, переговоры вестись не могут. И вот сейчас Владимир Зеленский допустил, что такие переговоры с Владимиром Путиным все-таки могут быть. Скажите, пожалуйста, и Путин в последних своих выступлениях, когда его просили, в кавычках, прокомментировать те или иные заявления Зеленского, он, как кажется мне и многим политологам, которых я читал, он несколько смягчил свою риторику в отношении Зеленского и вообще Украины. Она стала более такой рассудительной, добродушной даже отчасти и так далее. Скажите, пожалуйста, вы можете, в принципе, допустить, что может наступить момент, когда за столом переговоров сядут лично Владимир Зеленский и Владимир Путин? Ну, в политике нет ничего невозможного, никогда не говори никогда. А во-вторых, абсолютно точно. Вот вы подметили, что и Зеленский, и Путин смягчили риторику относительно друг друга. Ну, давайте вот по Путину. А куда деваться? Вот они раскручили эту тему нелегитимности и так далее. Мы с вами еще в самом начале, в мае, когда только эта тема появилась, говорили, что она не сыграет. И с кем ему работать? С кем подписывать? В те или иные положения, с кем вести переговоры? Потому что при всех сложностях периода в Украине у Зеленского власть устойчива, более-менее устойчива. Не хочу там преувеличивать ее устойчивость, но более-менее устойчива. И он управляет страной. Нравится кому-то, не нравится, но это так. Поэтому нити дипломатического процесса удерживают у себя Зеленский. Удерживают Зеленский в своих руках. Тоже правильно, он не допустил того, чтобы не пропустить момент перехода к дипломатии, чтобы никто не перехватил нити управления с переходом, или транзитом, как я говорю, транзит от войны к миру. Транзит от войны к миру контролирует сегодня команда Зеленского. Понятно, есть поддержка на Западе, есть поддержка в Китае, с точки зрения, ну, поддержки транзита Украины от войны к миру. Значит, понятно. Есть винисты иностранных дел, а не какие-нибудь там депутатские группы. И понятно, что это реальность. Путин реалист в этом смысле. Поэтому он вынужден с этой реальностью соглашаться. И тут ничего страшного нет. Главный результат. То, что это касается Зеленского. Ну да, с кем переговоры вести. Есть тоже реальность. Там давление российской армии. Захваченные территории. Военный потенциал России. Геополитические изменения в мире. Потому что непонятно, как ситуация будет развиваться. Там, где, на Западе, который мы называем политическим Западом, он, видимо, становится более полицентричным. Американский Запад, Британский Запад или континентальный Запад и так далее. Так что, я думаю, что это не самая главная проблема. Безусловно. Я сказал, я оговорился, что это не главный вопрос. Но он достаточно... Но он интересен. Но он интересен. Повороты. Любопытен. Сюжеты, да. По поводу поддержки. Вы сказали, поддержка у Зеленского, может быть, в этом случае у американцев, у китайцев и так далее. А вот в Украине как обстоит дело? Я вот наткнулся на результат опроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии КМИС в мае-июне этого года. Так вот, согласно этому опросу, большинство, 55% украинцев, не готовы пойти на территориальные уступки России ради завершения войны. Но примечательно еще один показатель, что число тех, кто согласен на уступки, за год выросло втрое. С 10 до 32%. Не берусь судить, я не знаю внутреннюю социологическую кухню Украины сегодняшней. Не берусь судить, насколько это реально отражает ситуацию. Мой вопрос в следующем. На ваш взгляд, Зеленский получит поддержку украинцев в случае, если решится вот на такие вот кардинальные шаги, о которых мы с вами говорили? Ну, смотря на каких условиях это все будет. Во-вторых, это же будет не одномоментно. Это только начало. Так, длительного и сложного процесса. В-третьих, все-таки ситуация на поле боя будет показательной. Тоже важный момент. И в-четвертых, это работа с общественным сознанием, с медиа. Работа с теми или иными нарративами. Пока я вижу, что тут двойственная позиция власти. Околовластные или привластные. Питеры и тому подобное. У них же проскальзывают вот эти все вещи. Что это там боевая ничья. Или это Украина сохранилась. Значит, никакого поражения нет. Территорий возвратим дипломатическим путем. От них же никто не отказывается. Так, мы же не отдаем территорию России. Так, посмотрим, как это будет отражено. Статус спорной территории. Какой их статус. Юридический, так. Политический статус. Ну, в общем, тут все дело говорится в нюансах. То, что... Но главное-то. Тенденция идет к тому, что скоро большинство будет за то, чтобы пойти на болезненный, но компромисс. Достойный, но компромисс. На мир, но не позорный мир. Ну, понятно, что будут играть словами. Там, оппозиция будет говорить, там, позорный мир. Так. Проиграли. Не победили, уступили и так далее. Но главное, чтобы вот это все четко выровнять, как на уровне дипломатических прописанных вещей, так и на уровне информационной политики, медийной политики, чтобы это все соответствовало тому, что называется обоюдовыгодный компромисс на достойных условиях. Мир, который не просто, скажем, завершает войну, а завершение войны с достижением прочных гарантий безопасности для того, чтобы оградить или уберечь от новой войны, там, например, через какой-то промежуток времени. Чтобы нынешнее поколение украинцев, например, тем, которым по 15, по 16, не боялись. Жив в стране, понимая, что через 10 лет, или там полагая, что через 10 лет снова будет война, и они могут попасть в мобилизацию. Потому что если будет ощущение вот этого непрочного перемирия, за которым последуют, или все будут готовиться к новой войне и последует новая война, то это никому не надо. Оно не надо ни России, ни Украине. Потому что тогда все равно перемирие надо отменять военное положение, проводить выборы. Но вы как только отменят военное положение, многие уедут просто тем, кто попадает под мобилизацию или попадет под мобилизацию через там 7-8 лет, например, кому сегодня 15, а через 10 лет будет 25. Их заберут и уедут из Украины, чтобы потом не переплывать через речку Тисан. Поэтому тут вопрос вот какой, как я его формулирую. Тут нужен быть тоже так, или должен быть стабильный, постоянный мир, ну ладно, скажем так, вечный мир в стиле Эммануила Канта, либо будет постоянная война, вечная война. Способна ли, есть ли ресурсы Украины, жить в состоянии такой постоянной вечной войны? У меня вопросы есть. Поэтому надо договариваться так, чтобы все были удовлетворены, потом это все выложить. Конечно, сложнейший процесс, но если за него уже сейчас за него взяться, то нужно исходить из-за того, что результат должен быть таким, потому что промежуточный результат ничего не дает, кроме передышки. Кто выиграет эту передышку, или кто купит это время для передышки лучше, Россия или Украина, мне кажется, в России в данной ситуации скорее лучше купят, учитывая ситуацию на Западе, в Америке и так далее. А кто, на ваш взгляд, может стать гарантом этого? Вот вы несколько раз упомянули, что Украина должна получить такие гарантии, чтобы не бояться новой войны и так далее, не буду повторяться. А кто? Кто может дать такую гарантию? Смотрите, страны Запада раз, Китай два, Индия. Возможно, еще кто-то из стран, так называемых, глобального юга. И взаимные гарантии России и Украины. Даже статья пятая, НАТО, вот она не гарантирует, точнее, не обеспечивает такие надежные гарантии, которые могли бы уберечь Украину от новой войны. Значит, тут должны быть взаимные гарантии, прогарантированные уже сверху, рядом западных стран, членов, например, СОБИЗАО, плюс Китай, плюс авторитетными представителями мирового большинства или глобального йога. Тогда, возможно, и для этого понадобится большая конференция, не просто двусторонний формат, а большая конференция, потому что что России надо, вот если так говорить, ухожу сейчас от всяких там, скажем так, наносных вещей, эмоциональных, личностных и так далее, конвентурных, что России надо. России надо, чтобы Украина не была в НАТО, или тут не было военного присутствия страна, НАТО и Запада. Если этого не будет, уже есть гарантия для России, но тогда Россия должна дать гарантии Украине, что если нет такой для них опасности, как они считают, что это для них опасность и угроза, причем экзистенциальная, то тогда и они должны Украине дать свои гарантии. А эти гарантии уже будут пропитаны или там про ратифицированы, ну я сейчас говорю условно, так, или дать согласие Китаю. Почему Китай, например, Индия? Потому что, или там страны, например, ну, например, Саудовская Арабия, или там Южная Африка. Ну, потому что мы говорили с вами уже, Украину они рассматривают как такой логистический хаб в плане транзита. Ну, например, из Украины зерно в Африку, Египет, Северная Африка и Южная Африка. Ведь это очень важный момент продовольствия в размножающейся Африке. Проблема номер один и зерно украинское нужно будет. Чтобы через порты Черного моря оно проходило и российское зерно может быть. Дальше, у Китая нужен логистический хаб в плане один пояс один путь со всеми, скажем так, цепочками через Черноморские порты Украины с выхода на Средиземное море, на Южную Европу и тому подобное и так далее. Тоже надо. Венгарам нужен, чтобы постоянно ритмично работал нефтепровод, не Венгарам и Словакам, нефтепровод, дружба. Ту и ряд таких вещей, которые подтвердят транзитный и логистически хабный такой характер Украины и гарантии для того, чтобы Украина сохранила вот эту роль хаба, а не форпоса, может быть военным форпосом, а может быть хабом. Вот это, конечно, интерес для Китая, интерес для Индии, интерес для Саудовской Аравии, интерес для Южной Африки, для Бразилии, возможно. У Запада будет свой интерес, у России свой интерес, а у мирового большинства свой интерес. Вот такая тройственная формула, скажем так, освященная, или там, которая светит, что без ООН или Генассамблея ООН, потому что это ключевые государства, Генассамблея ООН. Но, возможно, более надежный вариант, чем просто гарантии пятой стати Североатлантического Альянса, который почему-то считает, что это вот и решили все проблемы Украины. Вадим, спасибо за то, что участвовали в нашем разговоре. На этом все. Напомню, что вместе со мной сегодня в эфире был украинский политолог Вадим Карасев. Спасибо. Спасибо. Спасибо.